всем привет привет мои дорогие любимые добро пожаловать на мой канал diamond dream сегодня делаем очередную серию нашего традиционного сериала что происходит в его жизни прямо сейчас использовать будем сегодня колоду творец судьбы посмотрим какие энергии меняются сейчас в жизни вашего мужчины какими энергиями он сейчас окружен что думает о вас какие эмоции к вам испытывает все по нашему обычному плану благодарю вас мои драгоценные за ваши донаты низкий вам поклон каждому кто поддерживает таким образом меня мое творчество мне очень очень приятно благодарю вас низкий вам поклон дай бог вам миллион раз больше и конечно же благодарю вас за ваши лайки за ваши теплые комментарии за ваши подписки за любой из способов поддержки всех очень нежно люблю визуализируйте пожалуйста вашего мужчину назовите его имя можете назвать дату рождения представьте его и сейчас будем начинать что происходит в его жизни прямо сейчас колода творец судьбы мужчина может быть сейчас расстроенных чувствах и эти расстроенные чувства касаются взаимоотношений с некой женщиной то есть здесь определенная информация именно по отношениям с женщиной для кого-то из ваших мужчин это будет любимая женщина с которой находится в любовных отношениях для кого-то возможно какая-то родственница или же коллега начальница неважно но это женская энергетика здесь что-то мужчину может не устраивать в отношениях с этой женщиной может женщину не устраивать в отношениях с этим мужчиной но то что между ними вот такие какие-то энергии сейчас взаимного недовольства может быть где-то разочарование и ну давайте скажем так недовольство на потому что широкое достаточно понимание этого слова будет сейчас что-то такое происходит как мужчина себя проявляет занят материальными делами да очень часто у нас выходит так что мужчина весь в своих заботах видите он пашет поле этот рыцарь динариев садник динариев какие-то дела какие-то вопросы решает материального порядка вероятнее всего очень тяжело как-то они решаются эти вопросы медленно и с большим трудом но он занят сейчас делами земными чем-то вот таким не какими-то возвышенными энергиями делами земными повседневными своими проблемами что уходит из его жизни и что наоборот вступает в свои права с кем-то выяснил отношения причем достаточно холодно какая-то ясность была внесена в его жизнь возможно он как-то там точки на дыр оставил или что-то с кем-то просто прояснил выяснил мог быть разговор откровенный а могло произойти что-то такое что отсекло ненужное в его жизни нечто было отсечено потому что настал правильный момент и здесь он мог или же после выяснения этих отношений до после прояснения какой-то истины наладить отношения с кем-то то есть вот знаете как кость поперек горла что-то стояла какая-то информация его мучила волновала или кому-то он не доверял или что-то но вот что-то было такое он это прояснил он это выяснил или же отсек ненужное и в результате этого у него наладились кем-то отношения прояснились наладились отношения а также вполне возможно то отсеченное ненужное оно ушло в прошлое ему стало легче на душе вот здесь вот так что происходит его жизни прямо сейчас что происходит жизни этого мужчины ну у нас здесь есть проблемка с некой женщиной вновь нам ее показывают что происходит для очень многих из этих мужчин на идет так что проблема в отношениях с женщиной или же так что они вообще с этой женщиной расстались из-за тех проблем которые у них возникли и он этот момент сейчас переживает то есть что-то неприятное женщины нам не зря на дне колоды показали этот момент что-то неприятное происходит и он весьма и весьма неравнодушен к этой ситуации его это волнует он переживает из-за этого испытывает некий такие душевный дискомфорт думает ли о вас этот человек если мысли о вас давайте-ка посмотрим двойка мечей гляжусь у тебя как в зеркало до головокружения да он думает о вас этот мужчина знаете он что думает сейчас я вам скажу он думает о том что очень часто вы оба ведете себя в этих отношениях как-то одинаково и как-то не совсем не совсем зрело не совсем обдуманно не совсем мудро он считает себя кстати более каким-то таким человеком если не сговорчивым то по крайней мере человеком который больше идет на компромиссы и больше способен на то чтобы как-то сглаживать углы вы же наоборот вы другая дамочка здесь но вообще он считает что вы два сапога пара у него сейчас такие мысли о вас у этого мужчины кто-то из ваших мужчин может вас ревновать к другому и причем подчеркнуто ревновать подчеркнуто в каком плане утрированно очень сильно ревновать и порой он на себя в зеркало смотрит и думает но чем я плохо я же такой красавчик я лучше всех она разве может выбрать кого-то другого но все равно вот этот червь сомнения или же действительно информация у него есть о том что у вас кто-то есть или может появиться или вы флиртуете с кем-то она конечно у него в голове сидит как червяк такой большая но давайте посмотрим теперь эмоции какие эмоции этот мужчина сейчас испытывает к вам и испытывает ли вообще эмоции конечно испытывает и у него по поводу вас некая такая буря в душе во первых у него понимание того что вы страстная натура и что вы очень женщина сексуальная вы привлекательная у вас какая-то такая притягательная энергия именно сексуальная энергия очень очень сильная и с одной стороны вы вот такая вот вся яркая интересная харизматичная привлекательная с другой стороны вы можете быть очень несговорчивы и вы можете быть но это как продолжение этих энергий страстности вашей вы можете быть несговорчива и вы можете быть такой резко и вы можете какие-то слова резкие говорить в его сторону и иногда ставите его прям в ступор он не понимает как с вами себя вести вот такие эмоции он сейчас испытывает к вам вопрос ревности здесь идет прям красной линии по всему раскладу почему то мужчину сейчас пробивает на ревность и какой-то у него как комплекс неполноценности немножко он естественно вам не будет об этом говорить но что-то какой-то похоже на некий такой комплекс неполноценности которые здесь присутствует давайте-ка спросим а что его волнует сейчас этого человека если нечто что его волнует да с кем-то могут быть натянутые отношения кто-то может его подставить кто-то может его обмануть кто-то может мог вернее с ним поступить нехорошо или же он понимает что кто-то может причинить ему какой-то вред есть люди которые недоброжелатели грубо говоря и вот это его волнует и вероятнее всего это какая-то такая вот мужская компания от мужчины больше он ждет какого-то подвоха или уже получил нечто такое что он скрывает от вас этот мужчина и что вам нужно было бы знать давайте посмотрим что скрывает от вас но вам нужно было бы это знать знаете что он скрывает что в этот период жизни у него происходит переоценка ценности во первых какие-то очень важные кармически важные события и он как будто чувствует что сейчас так настолько важный период в его жизни что-то происходит прямо вот глобальное и он понимает что это замысел высших сил что это план бога для него он понимает что происходит какие-то события которыми он не может вообще управлять они просто происходит то что должны происходить и он об этом задумался он стал вообще задумываться каких-то высоких вещах о вечных вещах а что он хотел бы вам сказать но по какой-то причине не говорит что это что это а он о вашей красоте о вашей самодостаточности о том какая вы просто ягодка конфетка о том как он понимает он вас уважает во первых он уважает вас женщину вашу красоту вашу какую-то знаете такое благоразумие ваше и считает вас очень красиво считает вас очень ну вот такой самодостаточной женщиной он по какой-то причине у него наверное почему-то язык не поворачивается вам это сказать так ну что давайте теперь посмотрим говорит ли с кем-то о вас сейчас этот мужчина может говорить да мужчина здесь может с кем-то говорить причем как с мужчиной так и с женщиной а что именно он тогда говорит о вас о проблемах которые между вами могут быть если вы сейчас ним не общаетесь он об этом может говорить с кем-то да о том что вы не общаетесь по какой-то причине о том что вы закрыты друг от друга о том что есть какие-то проблемы с кем-то может обсуждать может наблюдает ли за вами интересует ли его ваша жизнь этого мужчину конечно да очень очень и особенно его интересует а любите ли вы его а помните ли испытываете к нему такие вот нежные чувства а еще его интересует а вдруг у вас кто-то появился другой не дай бог это тоже его очень сильно интересует так что да интересует ваша жизнь теперь давайте зададим вопрос меня просят спросить если день рождения скоро у мужчины стоит ли вам его поздравить если вы с ним в расставании сейчас если вы продолжаете с ним отношения но если продолжаете отношения конечно да стоит если вы с ним расставание находитесь то это скорее нет чем да потому что это десятка жезлов много отчета как какого-то груза есть много каких-то проблем между вами энергетика такая сложная поэтому или вам это сложно сделать или как-то вот ну понимаете скорее нет чем да нельзя сказать полностью нет ну тут наверное вам принимать решение ну что-то какой-то такой тяжелый аркан вышел я вот сказала бы скорее лучше нет чем да перетерпеть это да перед на перемучиться перед перепереживать но я вижу что лучше наверное нет чем да теперь спросим будет вопрос если вы сейчас не в расставании он хотел бы вас вернуть этот мужчина до хотел бы но он такой знаете он такой закрытый даже где-то в чем-то вредный какой-то такой эгоистичный человек и вот холодный и вы можете даже и не представлять что он реально хочет чтобы чтобы вы вновь были вместе он может как-то холодно себя вести может быть игнорит вас может быть там не пишет не звонит не появляется никак и всем своим видом показывает что не хочет но на самом деле желание здесь есть да а еще знаете как есть однозначно вновь выходит второй король а он боится что у вас уведет другой какой-то мужчина вот этого ему не хочется он на это не рассчитывает можно ли ожидать действия от него от этого мужчины но что-то хитренькое от него ожидать можно или манипулировать вами будет в открытую или что-нибудь какой-то хитроумный план придумает для того чтобы появиться в вашей жизни ни с того ни с сего да для того чтобы появиться в вашей жизни ни с того ни с сего в общем какой-то хитрый хитроумный план здесь мужчина вынашивает и имеет в отношении того как появиться в вашей жизни ждет ли от вас первого шага сейчас этот мужчина. Нет, не ждет. Думает, что вряд ли вы сделаете первый шаг. Хотелось бы ему, чтобы вы его сделали, но он не ждет от вас этого шага сейчас. Он думает, что не время. Вряд ли вы сейчас проявитесь в его сторону. А стоит ли вам сделать первый шаг, если очень хочется? Мир. Ну тут так. Если хотите помириться с ним и прям без него жить не можете, возможно, и стоит сделать первый шаг. Если же вы уже эти отношения для себя закрыли, то все. Уходя, уходя. Уходи. И не надо никаких шагов здесь делать. Для кого-то из вас может быть большое расстояние между вами. Это является достаточно большим препятствием для вас, так сказать. Но вообще здесь так. Если ушли, уходя, уходи. Нечего уже делать никакие первые шаги. Если же хотите примирения, хотите с ним возобновить отношения, то тогда, возможно, и можно сделать первый шаг. Как вам лучше себя вести сейчас с этим мужчиной? Знаете, как-то подчеркивать вашу собственную ценность. Вот начала говорить эту фразу, и так и получилось. Когда вы с ним общаетесь, растворяться в нем однозначно не нужно. И показывать свою слабость, и показывать свою эмоциональную зависимость от него. Здесь вот так идет. То есть подчеркивать свою ценность для себя самой в первую очередь. Тогда он будет осознавать ценность вашу вообще, в принципе, в его жизни. И будет осознавать, насколько вы такая вот женщина. Он и так вас считает самодостаточной. И так считает вас достойное уважение. Но вы должны вот этот трон свой не покидать. То есть должны оставаться на уровне. Должны ему показывать, что вы королева. Здесь надо вот прям с чувством собственного достоинства. Я очень часто вам это говорю, но вновь здесь так выходит. Кстати, если у вас есть какие-то с ним дела материальные, то вы прям резко должны свою позицию обозначить. Допустим, он вам денег должен или еще какая-то материальная проблема, материальное дело с ним. Здесь прям четко надо озвучить, что вы хотите. Тут чуть ли не условия какие-то поставить, да? Но вы должны это озвучить, что если есть материальные дела, то их надо решать. И сейчас будет вопрос для тех, у кого есть соперница. Только для тех, у кого есть соперница. Если соперницы нет, выключайте расклад. Не нужно его смотреть, не нужно себя накручивать, если вы там что-то подозреваете. Это только для тех, у кого на 100% есть соперница. Что у него с соперницей? Оу! Слушайте, он тут, знаете, будет для кого? Ух ты! Ну да. Здесь будет исключительно... Вы знаете, я не люблю тему магии. Вообще обхожу ее стороной. Но здесь настолько все ярко, ясно и понятно. Вот эта женщина, она на него однозначно оказывала некое влияние. И я не буду говорить, что это магия. В принципе, очень какое-то серьезное энергетическое влияние эта женщина на него оказывала. И вот вы знаете, сколько веревочки не виться, да? И обратка она приходит, как ни крути. И вот сейчас эта обратка просто летит огромным таким страшным огненным шаром. И вот эта обратка в виде того, что здесь может все развалиться. Вот это все построенное ею энергетическая какая-то фигня, грубо говоря, да? Не будем это озвучивать глубже. Вот сейчас ее же саму и должно шлепнуть по ее голове. В общем, здесь что-то очень неприятное, что-то очень нехорошее в виде обратки. Из-за ее же вот этих вот энергетических штучек летит в их сторону. К чему это приведет, может привести к самым-самым непредсказуемым последствиям. Это только для тех, я не говорю, что это у всех так. Сегодня пришла информация именно для тех, у кого женщина вот такая. Скажем так, энергетически тяжелая. И вот сейчас она за это получит обратку. Не только она, а вообще они. Потому что, насколько вы знаете, и мужчина может пострадать в таких случаях. Ну вот здесь что-то такое в этом плане. Страшное, ужасное, просто арканы вышли, не хочется даже на них смотреть и озвучивать их. Благодарю у вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра и, конечно же, защиты и покорительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.